Приветствую всех, любовь к Господу нашего Иисуса Христа. Скажу, что сразу, я по национальности, есть такая очень маленькая нация на земле, я китаец. Как шутят всегда мои братья, говорят, мы тебя должны беречь, потому что вы нация вымирающая. Интересно, что первый брат проповедовал о благословении, да? Поверьте мне, что мы с ними договаривались, я вообще первый раз сегодня увидел у Виктора Ивановича в кабинете. Но как-то вот так вот, Писание нам говорит, что случайно ничего не бывает. Поэтому я хочу поделиться тоже словом, и оно как бы продолжает это. Я хочу, чтобы мы прочитали одно место Священного Писания, очень короткое. Это книга Отковений, вторая глава, с первого по пятый стих включительно. Ангелу Эфесской Церкви напиши. Так говорит держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников. «Знаю дела твои и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь». Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. И твои прежние дела. А если не так, скоро пойду к тебе и сдвину светильник твой вместо его, если не покаешься. Аминь. Ну, я думаю, что любой проповедник знает, что книга Откровения – это одна из самых сложных книг Писания. И многие богословы расходятся во многих там мнениях своих. Но я взял вот эти вот пять стихов просто для того, чтобы мы… Вот здесь ничто не надо додумывать. Здесь прямая, как говорится, текст, который говорит. Мы знаем, что это послание семи церквям. И среди этих семи церквей, скажем так, Эфесская церковь была не последней. Иоанн пишет, он говорит, смотрите, я знаю, что ты трудился во имя Мое, Господь говорит, в Эфесской церкви. Не изнемогал. Можешь отличать апостолов от лжеапостолов. Трудился во имя Мое, но одно имею против тебя. Ты оставил первую любовь. Если не покаешься, он говорит, я пойду и сдвину светильник твой с места. И опять добавляет, если не покаешься. Мы можем много рассуждать и думать, что такое сдвинуть светильник с места, да? Может быть, это какая-то потеря. Может быть, это какая-то болезнь. Мы не знаем, но что-то устрашающее в этих словах есть, согласны? И Бог говорит, одно имею против тебя. Ты оставил первую любовь. Я не думаю, что кто-то, сидящий в зале, сейчас может встать и как перед Богом сказать, а у меня вот такая первая любовь, как после покаяния. Есть такие? Нет. Ну, знаете, интересно самое. Мы, по большому счёту, не считаем это за грех. Так? Ну, прошло время, но остыла первая любовь. И мы уже не те. И как-то вроде бы и не горим-то так. Я помню, когда я уверовал, я выходил на улицу. Я ещё не умел вообще на гитаре играть, я только выучил три аккорда. Я выходил на улицу, я кричал христианские песни. Кто-то в меня кидал тухлыми яйцами, бабушки какие-то мне там приносили булочки. Кто-то даже мелочь высыпал. А я орал с таким своим красивым голосом. Христианские песни. Почему-то сейчас я не делаю это. Вы знаете, Виктор Иванович уже сказал, да, я тюремный служитель. Я несу это в служение. Совсем недавно, буквально в пятницу, меня встретил брат, Роман. Мы были в очередной поездке по лагерям. По зонам. И вот за этот месяц, чуть больше, мы посетили 56 колоний всех режимов Тюменской области, Пермского края. Были на особой тюрьме, где содержатся пожизненно заключённые. Я сегодня братьям, служителям показывал некоторые фотографии. И то, о чём говорил сегодня первый брат, о чём пела группа, о чём пел хор, о чём говорил ваш Пресвитер, мы сегодня не задумываемся. Для нас жертва Господа нашего Иисуса Христа стала чем-то обычным, о чём говорят проповедники, о чём рассказывают стихотворения, о чём поют песни. И мы это так понимаем, ну, вроде как обычно. Мне, как священнослужителю, разрешено один раз, месяц преподавать вечерю для тех узников, которые находятся на пожизненном заключении, которые приняли уже крещение. И вы знаете, через них Бог меня обличил, обличил, причём, знаете, сильно, до слёз. Хотя, скажу, что меня заставить плакать, это что-то, нонсенс какой-то. Как вы думаете, за воскресенье, сколько собраний в вашей церкви можно провести с утра подряд? Ну, сколько? Четыре. Ну, четыре от силы, да? Ну, я думаю, на четвёртом будет только один Виктор Иванович сидеть. В лучшем случае. Нам разрешено вывести четверых человек, потому что их же не выведут сразу четверых, да? Их по одному выводят. Скажем, надо побеседовать, разобрать Слово Божие, преподать вечерю. Вот. И вы знаете, когда появили очередного пожизненника, оводят их согнувшись, голова должна быть ниже колен, руки заломлены, в кандалах, ноги тоже в кандалах, на глазах чёрная повязка. ведут шесть офицеров, две собаки, заводят в помещение в небольшое, и там вот такая вот небольшая клетка, ну, чуть больше вот кафедры. Его туда заводят, приковывают наручниками к этой клетке, потом снимают повязку, и два офицера остаются наблюдать, и тогда можно приступать к вечерии. И вот когда с него, с этого очередного, скажем так, смертника, пожизненника, сняли повязку чёрную, он увидел меня, он упал на колени. Он упал на колени, но опуститься до пола он не мог, он не доставал, наверное, сантиметров 20-30, он повис на этих цепях, и он начал плакать, и он начал молиться, и он говорил, «Господи, я так Тебе благодарен!» Я вижу брата-служителя, который сейчас мне преподаст вечерию, и я в своей очереди принять вечерию ждал 9,5 месяцев каждый день до вечерии отмечаю в календаре. Тогда я хочу задать вам вопрос, дорогие мои братья и сёстры, «Вы каждый месяц вечерию принимаете в церкви?» А кто сейчас может встать и сказать, что он в течение месяца каждый день отмечает в календаре? До вечерии. Есть такие? Нет? Я почему-то тоже. Тогда ещё один вопрос, родные мои. А кто из нас больше в Бога верит? Мы с вами верующие, о чём говорили сегодня братья, о чём пели, или вот этот вот бандит, который вряд ли когда-нибудь простит кто-либо из нормальных людей, но простил Бог. неужели нам надо, нас надо поставить в такие условия, чтобы мы ценили ту цену, которая заплачена за меня, за него, за тебя, за тебя, дорогая сестра, за тебя, дорогой брат. Мы же все хотим, чтобы нас, с нами Бог поступал как? Так, по справедливости или по милости? По милости, по благодати. А тогда почему мы не ценим этого? Вы знаете, когда я ему преподавал вечерию, и разрешил у конвоя, попросил у конвоя разрешения попрощаться с этим братом, мне разрешили, я подошёл к нему, зашёл в клетку, он меня обнять не мог, но я его обнял, он мне положил голову на плечо, и я сказал, знаешь, брат, сейчас, когда я выйду, я зайду в административный корпус, и положу на твоё имя, там, может быть, 200-300 рублей, больше вряд ли я смогу, потому что у меня первая группа инвалидности, и он мне, знаете, что сказал? Ты что, с ума сошёл, что ли? Ты в церкви пожертвуй, кто больше меня нуждается? У меня здесь всё есть. И тогда я сказал, знаешь, я чувствую, что Бог меня обличает, я буду молиться за тебя, он говорит, да перестань, это я за вас молюсь, вы-то такие бедные, несчастные, у вас в церквях обиды, недопонимания. Есть? Есть. Какие-то сплетни, какие-то споры, какие-то суждения. То есть, то, что Бог называет грехом. Согласны? Или нет? Неужели никто никогда не обижался? Неужели мы косо не глядели на брата и сестру, как говорил сегодня брат? Да, конечно. Вот сегодня группа прославления запнулась, что-то вот не могли подготовиться, да? Да и пастор что-то сказал сегодня, вот в прошлое, вот это он проповедь сказал, а сегодня что-то ничего вообще. А ты посмотри, как пришла вон-то сестра или вон тот брат. И вот этот смертник, он мне говорит, это я за вас молюсь. У меня никаких соблазнов в камере нету. Я один на один с Богом. А вы там бедные, несчастные, искушаемые всякими соблазнами. Я не знаю, я много получил от этого. Я думаю, что каждому из нас есть в чем попросить у Господа прощения, обновиться, искать, Господи, мое ухождение перед тобой что-то, не так. Я скажу, что я уверовал только потому, что я увидел любовь, любовь чистая. Вот именно любовь Агапе. я родился в очень неблагополучной семье. Мой папа первого убийства совершил в семь лет. Он застрелил десятиклассника, который отнял у него коньки прямо в школе. Мама у меня тоже десять лет отсидела. Поэтому я с детства воспитывался, скажем так, по понятиям. Курить я начал с пяти лет. Наркотики начал употреблять с тринадцати лет. За нож первый раз взялся в девять лет, когда пожилые люди помнят, в шестьдесят девятом году был очень большой конфликт между Китаем и Советским Союзом на острове Доманском. И когда меня девятилетнего мальчишку окружили десяток старшеклассников и сказали ему тебе сейчас зададим, я говорю, это я вам задам сейчас. Я вытащил два ножа, и кого смог догнать, я их и зарезал. Я рос всегда зверенышем. Как ни странно, школу я закончил с золотой медалью. Тем не менее, как Писание говорит, я пил грех с ненасытимостью. Я долго не буду говорить, потому что Бог терпел. Первый раз я оказался на скамье подсудимых за то, что находясь в сильном наркотическом опьянении, я расстрелял людей, которые пристали к моей девушке в ресторане. И когда я первый раз попал в лагерь, я думал, что я больше туда не попаду. Но, к сожалению, оказался второй, третий, четвертый раз в общей сложности, почти 15 лет отсиженного. Я и в лагерь продолжал колоться, не имел свой статус какой-то среди вот этого криминального мира. Но, знаете, Бог с каждым человеком работает индивидуально. Согласны? У него нет лекал. И когда, как Писание говорит, страшно оказаться в руках Бога живого, когда ему надоели мои вот эти вот хождения такие, да, у меня обнаружили рак печени, мне поставили кардиостимулятор в сердце. У меня началось гангей на обеих ног. Ходить я не смог. Завелись черви. И вот в этот момент, как всегда, все друзья, товарищи, подруги меня покинули. и даже моя жена сказала, знаешь, я так тебя люблю, но я не могу смотреть, как ты медленно умираешь. И я плачу, и плачу, и плачу, и плачу каждый день. Поэтому мне легче отплакать у тебя один раз на похоронах. И забрав шестилетнего сына, они ушли. мой сын подбежал ко мне, я лежал, и он сказал, знаешь, у меня самая большая мечта, чтобы ты сдох, как можно сказать. И освободил нас мамкой от себя. И вот тогда, когда захлопнулось дверь, я понял, что смысла в жизни больше нету. Я написал такую, знаете, плаксивую записку, что никто меня не любит, меня никто не понимает. И взяв бритвочку, я попол в ванну, чтобы в теплой воде вскрыть себе вены, что я делал уже не раз. Но когда я приполз в ванну, то горячей воды не было. А в холодную лезть почему-то не хотелось. Понимаете, мы даже стоя на грани вот этой черты, мы хотим умереть комфортно. Я думаю, многие из вас видели кинокомменты «Джентльмены удачи», видели, да? Когда ему говорят, вот только что вешаться хотел, а сейчас нырячь не хочет, да? Но все равно же вешаться хотел. И в этот момент, когда я думал, что вечером дадут воду, я поведу свой план восполнение, позвонили в дверь, я с надеждой, что кто-то пришел ко мне из друзей, я пополз, подполз дверь, открыл, и когда я открыл дверь, я задохнулся от ярости, потому что я увидел двух очень старых бабушек и двух молодых девочек лет по 14, по 15, и они сказали мне, мы пришли тебе сказать, что есть Бог, и Он тебя очень любит. Знаете, это был для меня шок, потому что я всегда считался верующим человеком, потому что находясь в той греховной жизни, я всегда носил крестик, правда у меня крест был килограмм чистого золота, вот такой вот, и я считал, чем больше крест, тем больше веры, поэтому я начал говорить бранные слова, я их выгнал, они встали прямо на лесной площадке и стали со звездами молиться. На следующий день они опять пришли, я их опять выгнал, они опять пришли, и вот эти вот бабушки, они приносили с собой какие-то продукты каждый день, варили мне супчики, котлетки жарили, а вот эти две маленькие девочки, 14-15-летние, они просто набирали в тазик теплой воды, обмывали мои раны, выковыривали червей. Это было в течение почти трех лет. И вот тогда я увидел, что такое любовь. Медикаментозно я не лечился ничем, меня три раза отвозили на ампутацию, я не давал согласия, потому что думал, ну как-то, ну неприлично без ног в горбу лежать. Я начал читать Писание, но вот эта боязнь, вот это непонимание для меня было очень трудно понять, для чего они ходят ко мне, да? Они сказали, что они из Баптистской Церкви, но мое понимание о протестантах было другое, поэтому в конце концов, конечно, я своим умом понял, что они хотят меня в жертву принести, а так как жертва должна быть беспорочной, меня надо вылечить. Я начал аккуратно у этих бабушек спрашивать, по каким дням вы кровь пьете? Они говорят, мы кровь не пьем, мы первое воскресенье вспоминаем о страдании Господа нашего Иисуса Христа. Вот, и я все равно сказал, я знаю, что кровь пьете, мертвецов идите, вот, но слава Богу, что в ночь субботы на воскресенье ко мне никто не подошел, потому что я спрятал большой нож. я повторюсь, что медикаментозно ничем не лечился, но прошло около трех лет, у меня исчезли черви сначала, затянулись мои 69 язв, мне принесли такие ходунки, я начал скакать на них, потом встал на костыли, первый раз пришел в церковь, если бы вы видели меня, каким я пришел, у меня волосы были вот такие, вот, и вот, я вот смотрю на братьев, которые носят бороды, да, вот, у славян они такие окладистые, да, у нас у восточных людей вот такие три волосинки, как у одного животного, вот, но я считал, что это очень модно, я соответствовал этой моде, вот, я думаю, что если бы в тот момент ко мне кто-то подошел бы и сказал в церкви, знаешь, ты на кого похож, елка, я на себя нацеплял столько всего, я бы просто ударил бы этого человека, но ко мне отнеслись любовью, что сегодня редко встретишь в церкви, знаете, часто в наших церквях, когда приходит человек с мира и как-то не так одет, садится, к нему подходят там, простите меня, особо святые люди и говорят, это мое место, здесь я сижу, в нас и пересядет, а там второй святой подходит и говорит, это мое, и он вот так, вот так, вот так, как вы думаете, он придет еще к вам в церковь? Нет. О чем говорил сегодня Виктор Иванович, о чем у вас зависовка? Бог есть любовь. И Господь говорит, потому узнает вас, что вы мои ученики, если будет между вами, что? Любовь. Вот это любовь всепоглощающая, которую нашим человеческим разумом не объяснить, не понять, не разъяснить. она действует сегодня. Она действует, потому что как благословлять человека, который тебе вбивает гвозди в руки и говорит, отче, прости им, вот это в моем понимании очень трудно. Я думаю, Виктор Иванович помнит, когда в Беслане в 2001 году наш брат Тимур Астокиев при захвате школы потерял шестерых своих детей. И когда родственники осетины неверующие стали кричать, надо пойти убить всех женщин, стариков, детей, чеченцев, Тимур сказал, Бог говорит, благословляйте врагов. И меня, я слыша это, я не понимал. Сейчас я понимаю, но все равно трудно. Трудно. Сегодня у нас отношение к этим людям падшим иногда очень нехорошее. Что-то от неволи от нее пахнет как-то не так, да? Не Шанель номер пять. Но вот в этом-то любовь и заключается, что мы переступая через свое Я, мы показываем то, что делал наш Господь. Правильно? Или я не прав? если бы каждый из нас хотя бы в течение года посещал одного неблагополучного, говорил ему о Боге, по возможности помогал ему, как вы думаете, пошел бы он в церковь? и у вас было бы не 250 человек бы, а сколько? Много, да? Знаете, я благодарен Богу, я и так уже задержался, но я благодарен Богу, что Бог вернул мне семью, Бог дал мне служение, по милости Божьей я только по России, посетил более 600 колоний всех режимов, приехал по всей Европе, тоже, посещая тюрьмы, там нет зон, потому что там каменная система. К сожалению, в Америку меня не пустили, ну и слава Богу, потому что любящим Господа, признанным по его изволению, все содействует ко благу. Вот слове и все, дорогие мои, это все, и не выбирайте, вот это мне содействует, это не содействует, это все. Пускай Господь каждого из вас благословит, ему слава за все. Аминь. Помолимся? Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok